Итак, наш круиз по местам боевой славы Shadow практически закончился, осталось пройти всего лишь одну историю с одной оставшейся концовочкой, которую мы еще не видели. Ну, предыдущая, конечно, была довольно-таки интересненькой, и Shadow в первый раз пощадил их гусю вместо того, чтобы его замочить, но это пока что еще не все, что мы видели, хотя, конечно, наверное, одна из самых лучших концовок, мне кажется, из самых пробирающих, так сказать. Ну, а теперь мы еще раз пройдемся по уровню, по которому мы давно не ходили, ну, частично, по крайней мере, и сходим в последний раз на Черную Комету, прежде чем начинать финальную историю и все остальное. Итак, начнем в последний раз смотреть все те же самые катсцены. Оргенный фестиваль в небе, празднование, 50 лет возвращения Черной Кометы. Ёжик Шэдоу, почему это имя преследует меня? Это единственная вещь, которую я могу вспомнить. И эту ужасную картину. Машка! Кто я? И почему я не могу ничего вспомнить? И... кто такая Машка? Посмотрите, какие они жалкие. У меня нет времен этих людишек. Шэдоу. Как ты можешь видеть? Судный день скоро будет здесь. Найди семь из мудов хаоса. И принеси их мне, как было обещано. А? Кто ты? Как ты знаешь, что я Шэдоу? И чем ты вообще говоришь? Что это вообще было сейчас? Если он говорит, что узнает правду о счет того, кто я такой, тогда нравится это мне или нет, я должен поверить ему. Единственный путь, по которому я смогу понять секреты моего прошлого, это взять из муды хаоса. И так, последняя пробежка по всем этим старым знакомым уровням, по которым мы уже бегали тысячу раз. Ну что ж поделать. По крайней мере, концовочки более-менее отличаются друг от друга, хоть Шэдоу и говорит каждый раз одни и те же вещи. Но, все-таки интрига кое-какая есть, и все-таки желание выяснить, что же он в очередной раз вздумает в своей шизофренической голове, тоже все-таки имеется. Поэтому, так уж и быть, пробежимся в последний раз тут. Время обещания, а? Ладно тогда, пора пойти и выполнить это обещание. Эх, я буду скучать по этим уровням на самом-то деле. Я тут уже столько раз бегал, я же ведь как-то хотел одно время пройти все возможные пути, которые существуют. Всего эту игру со всем ее уровнем можно пройти 328... Эм, нет, всего 326 путей, кажется, существует. Я еще тут давно не виделись. Похоже, черные существа, означает настоящий бизнес. Давай, я и ты покажем вам вещи или две. Нет, спасибо, Соник, в этот раз у меня есть более интересная цель, мы уже только что тебе помогали, так что отвали от меня, бесполезный ежик. Всего есть, короче говоря, 326 путей, по которым можно пройти игру в различные комбинации там уровней и так далее. Это все, конечно, интересно. И только на грантах, так сказать, все эти покажения всего лишь очередная пафосная фраза. Ты опоздал, Shadow. С этого момента твой глаз будет следить за тобой и следовать за тобой, да. Теперь, точнее, с уничтожением этих чертовых людишек, которые посмели сопротивляться мне. Да. Короче говоря, каждая из этих концовочек, кстати, или фраз, как они называют, которые называют очередной сценарий, так сказать, не знаю, просто как это толком назвать. Да, покажи не всем, насколько они бесполезны на самом-то деле. Ну, определенно, я решил, что это того не стоит после того, как узнал, что, оказывается, на Соник Ретро уже давно выложен весь этот список возможных названий всех порождений и так далее. Конечно, можно понять, что разработчики там сильно не оригинальничали, поэтому там большинство фраз звучит хоть и пафосно, но, тем не менее, довольно-таки тупо и бессмысленно. Так, раз, два, три. Ну, определенно, когда список уже есть, проходить всю эту игру 326 раз все-таки не хочется, даже несмотря на то, что она довольно-таки реиграбельна и интересна лично для меня, по крайней мере. Ой, брызь, Соник, ты уже достал меня. Я уже тебя наслушался, так что нет, нет-нет-нет, сейчас только зло, абсолютное зло. Все равно мы собираемся закончить на тропе нейтрального зла, поэтому чего ж поделать. Кстати говоря, если интересует вопрос, почему я иду, почему я завершаю последнюю историю именно тропу нейтрального зла, это потому что это один из двух уровней, который завершается Черной Кометой, где начинается финальная история. Правда, если идти по Черной Комете в Final Hound, то там Shadow сражается либо с Соником, либо с Black Doom, а он не делает ни того, ни другого, по сути, в финальной истории. Так же, как он не сражается с Соником и Диаблоном в злобной концовке Черной Кометы, да. Блин, почему я сегодня так заговариваюсь? Поэтому мы идем именно таким путем, так сказать, именно так, завершая все наши похождения. Хотя, конечно, концовка, которая будет здесь, она тоже не очень-то логичная, но, по крайней мере, она будет означать то же, что Shadow ничего толком-то и не узнал, никаких нормальных выводов не сделал и все дела, поэтому... Она будет все равно более реалистично звучать для финальной истории, как мне кажется. Ну, может быть и нет, фиг знает. Ладно, неважно. Разницы, по сути, какого нету. Можно смотреть все эти серии в абсолютно любом порядке, да и все равно кто-то будет делать, кроме меня. Так-то. Так, я опять кого-то упустил, походу, причем упустил, как минимум, двоих кого-то. Ну, ладно, ничего страшного. Мы со всеми справимся, всех перемочим. Так-с. И чтобы я потом вспомнил, где-то место находится. Ура! Тут у нас есть как минимум один робот, который летит. Да-да-да, вот он, готов. Хотя этого все равно мало, нужно еще три солдата. Эх, лоханулся я, походу, где-то кого-то упустил. Ну, потому что задалбуюсь все время забалтываться. Что поделать? Раз-два. Найди последнего и сделай его. Хорошо, сейчас со всеми разберемся, если я, конечно, найду его иду засранца. Где он там, черт, спрятался, гад такой, а? Здесь нету, здесь мы всех замочили. Ну и, Соник, может ты мне подскажешь? Стал тут, блин, синий бесполезный уродец. Я хотел бы найти так сразу всех, кого мне нужно. Ну-ка, где-то там они должны быть, не знаю. Ох, блин, как же я смог так лохануться-то, а? Ладно, поищем еще раз. Куда же нам торопиться-то? А, все, вспомнил, вот же он где. Молодец, Шэдоу. Все, прощай, Вистополис, мы уже десять раз тебя прошли, и этого вполне достаточно. Это я уже задолбался просто на самом-то деле. Любой, кто попадается на моем пути, мой враг. Ой, да уж, рациональности выводов Шэдоу можно только позавидовать. Вернее, иррациональности. Бредовости, короче говоря. Ох. Ну, опять же, я в каждой серии там подписываю к описанию к видео, какая очередная фраза в названии пути присутствует. Они там все довольно-таки пафосные, серьезные. Но, опять же, разработчики, по сути, просто рандомно там понатыкали этих самых фраз, понапридумывали, потому что, в самом деле, довольно сложно к каждому из этих путей, по-своему сумасшедших, придумать нормальное, адекватное описание одновременно с названием. Поэтому там больше был вывод. Вернее, там больше писали, судя по всему, просто по финальной сцене. Да уж. Чёрные и Чужие захватили шесть больших городов по всему миру. Каждый город сообщает о серьезных повреждениях и разрушениях. Вместе с ними, Вестополис получил тяжелейшие повреждения из-за своей ослабленной защитной системы. Часть Вестополиса была почти полностью уничтожена. И подтвержденные источники также сообщают о Чёрном Ёжике в Вестополисе. Шэдоу. Отправить солдат. Сейчас. Если вы найдёте Шэдоу с чёрными существами, тогда убейте их всех. Но, сэр, Шэдоу на нашей стороне. Я дал тебе приказ, солдат. Он зло, и он враг. Ты не обдуришь меня, Шэдоу. В этот раз. Ты мой. Хе-хе-хе-хе. Да уж. Ну, можно его, в принципе, игнорировать. Хотя, кстати говоря, да, в ЦГ-ролике, вступлении к игре, генерал выглядел гораздо более симпатичным, чем здесь. Тут он, кажется, уже не таким старым, да и вообще какой-то страшный. Ай, ладно. Неважно. Всё равно это просто персонаж высосан из пальца, которого не было в Суник-Адвенчуре, который вообще нигде не упоминался. Да уж, как и Блэк Дум, собственно. И вообще странно, как люди работали на колоде, и никто не возмущался, что Блэк Дум там ползает. Такое чудовище страшное ползает вместе с Джеральдом. Внимание! Экстренное сообщение всем мобильным юнитам. Штаб всем мобильным юнитам. Всем сфокусироваться на поиске Шэдоу, Чёрного Ёжика. Он, скорее всего, террорист, типа того. Последний раз видели его в Вестополисе. Приказы взять его живым или мёртвым. Пошли с моей дороги. Похожу сквозь. Стой! Не двигайся, или мы будем стоять? Тупые людишки. У них даже эмоций на лице не появилось. Очень впечатляюще, Шэдоу. Кто ты? Ты не помнишь ничего, не так ли? Но ты вспомнишь со временем. Но сейчас, не когда тратить время здесь. Иди и поникни в... Информационную систему Объединённой Федерации. Понял? Так точно. Интересно, как Блэк Дум знает пути в информационную систему? Он что, хакер, не знаю? Или программист? Без понятия. Вроде как быдло, как быдло. Только с врагами. Хе-хе-хе. Ну ладно, ладно. Хотя, понятное дело, что если он живёт две тысячи лет, он мог бы знать уже вообще всё. Да он ведь не знает о существовании молний, как ни странно. Хе-хе. И дьявольских девайсов. Что это за сенсация? Я чувствую невесомость на этом свете. Хе-хе. Я вижу. Я могу контролировать, куда она движется. Итак, последний раз бегаем по этому красивому, мощному и даже немножко позитивному уровню. Digital Circuit. Shadow. Это информационная скоростная система, которую они называют киберпространство. Удали ядро программы, которое контролирует течение энергии. И тогда мир погрузится в хаос. Да, я, конечно, всё это понимаю. У нас есть более важный цикл, кстати говоря, Данда. Надо сразу так взять и пойти по доброму пути. Мы уже несколько раз уничтожали это ядро, поэтому можно, в принципе, сегодня пойти более сокращённым путём. Особенно с учётом того, что... Я уже два раза походил по этому уровню, кажется. И уничтожал это ядро, поэтому Блэкдун теперь подождёт уже, обойдётся. Пускай сам его уничтожает. Если уж он смог каким-то образом сюда телепортироваться, то мог бы ядро уничтожать, например, постараться, не знаю. Здесь наши чернорукие солдатики, не мешай им. О, Shadow. Какое совпадение, бегать здесь с тобой. На самом-то деле, я... Была послана привыкнством, чтобы найти Замутхауса в этой зоне. Как-то ещё того, чтобы мы сделали это вместе. Ай, ладно, рушка. В этом мире твоя форма полностью электронная, без массы. Попытаюсь отронуть поисковик. Нету, спасибо, я пользуюсь Яндексом, а Гугл мне не очень. Ура! Вообще, конечно, все говорят, что это такая мрачная игра, ведь вполне тут хватает позитивных уровней. Диджитал Сюркут, Мэтт Мэтрикс. Там не очень позитивно, но в любом случае не мрачно уж точно. Циркус Парк, например. Лост Импакт. Ну там, конечно, грустно, но никак не мрачно, по сути. Ганн Фортерс, потому что там играет такая спокойно расслабляющая мелодия. Ну, в общем, да. Хоть, конечно, визитная карточка этой игры, это именно суровость и бафосность, но все-таки тут вполне хватает миллионов, так сказать, расслабляющих уровней и всего подобного. Так что нечего клеймить эту игру, такой уж злобный и... Злобный, что тут еще сказать так-то. Ура! Такс, ну кто у нас тут имеется? Раз-два, раз-два, лошары. Кстати говоря, надо будет не забыть использовать в этот раз срез, который находится за дверью. С пятью замками, так сказать. Очень будет полезная вещь. Ну, правда, там срезать-то немного, но зато тоже есть всякие бонусы, которые, правда, мне все равно не нужны, ввиду того, что я более-менее уже научился играть. Хе, и все, продолжаю пропускать ключевые моменты, типа там, солдатиков всяких. Эх, ну что поделать, идеально не получится, не так ли? Они просто не хотят, чтобы зашли внутрь, да? У меня даже есть пропуск от правительства, но все еще не могу пройти. Ну так это же только объясняет, насколько рушь лохушка, если у меня даже есть пропуск, который не работает. Я просто обдурили эту дурочку. Да уж, как не странно. Ну-ка, еще один сюрприз, блин, который я как будто бы не вижу, но все равно я его вижу. Хе-хе-хе. Эх, классно здесь, конечно. Так жалко расставаться с этой игрой, но, увы, шоу-маст-го-он, так сказать. Когда-то я, когда я начинал впервые проходить Sonic the Hedgehog 1, и когда я сказал себе, что я пройду все свои любимые игры из Соников, и я уже тогда мечтал, что буду когда-нибудь проходить в Шезехе. Эх, и вот наконец-то это все свершилось, вот я уже заканчиваю проходить в Шезехе. Да уж, конечно, жалко, что оно все так быстро прошло. Всего-то полтора годика, кажется, пролетело. И остался только Sonic Generations, после которого я уже, так сказать, перестану проходить Соников, потому что больше интересных игр там для меня пока что не нашлось. Да. Ну, посмотрим, что ж поделать. А пока что получим максимальное удовольствие, так сказать, от оставшихся моментов, которые мы еще в этой игре не видели. Ну, если они, конечно, еще есть. Потому что я уже все-таки здесь не первый раз бегаю. И второй, и не десятый. Я там собрал, кажется, где-то 50 различных концовок, и потом, опять же, забил на это дело, потому что все-таки слишком долго, и тем более, если уж на Sonic Retro все равно выложены все списки всех этих названий, путей возможных, то и уже нет смысла париться, естественно. Поэтому, если и буду переигрывать теперь в эту игру, только чисто ради удовольствия, чисто вспомни, как здесь было круто когда-то. Эх, да уж. Еще-то, кстати, полезное нововведение, по которому я совсем забыл отметить. То, что теперь, если Shadow съедает кольца с своим щитом, он все равно может по ним телепортироваться. Потому что остаются призраки-колец какие-то, как ни странно. Причем, в дальнейшем, кажется, этого тоже нету. Ну, ладно. Это все мелочи, просто у него что-то, конечно, так и нечего сказать. За 10-й серии, тем более. Так что, да, плевать на все. Так, с ней не стоит использовать здесь это вот. Если я сейчас получу здесь хаос-контроль, то... Он все равно не сработает, потому что в некоторых местах они... Игрой только блокируется возможность использования хаос-контроля, ввиду того, что мы здесь просто не можем нормально лететь. Да уж. Ну, ладно, это все, конечно, тоже мелочи. Можно и без этого пройти. Хотя, может, довольно долго мучимся, как ни странно. Но это плевать. Вот он. Вот он, изумут хаоса, который принадлежит правительству. Да, пускай Black Doom сам разбирается со своими старческими проблемами. Уродец летающий. Простите, значит, этого, но я забираю этот изумруд. Блин, Shadow за всю игру извиняется как минимум 10 раз. Прости, доктор, но это конец для тебя. Прости, доктор, но этот изумруд мой. Простите, но я забираю этот изумруд. Простите, но это конец. Блин, сколько можно извиняться? Я, конечно, понимаю, что он делает это с иронично-циничным, так сказать, тоном. Но все равно это как-то бессмысленно. Особенно с учетом того, что Black Doom все равно ничего не скажет по поводу того, что Shadow не выполняет его задания. То бишь, он делает это всего два раза. В первый раз в Вестополисе, и второй раз... Где он находится? В Ганнфортресе, да. Мистер Президент, вы получили рапорт от Центрального информационного агентства. Наши наземные силы успешно выбили человек чужих из Вестополиса. Мы также подавляем сопротивление вражеских сил в остальных пяти городах. Также есть рапорты, что Централь информационного агентства была взломана. Мы исследовали инциденты сейчас, и есть высокая вероятность, что это было сделано руками черных пришельцев. Скажите командованию генералов, что Объединенной Федерацией никогда не сдастся террористам. Да, мистер Президент. Эта планета однажды была спасена от тирании и аннигиляции вами, два героя. Теперь люди должны защитить этот мир, любой ценой. Мы должны оставаться объединенными, чтобы защитить наш мир от этих вторженцев. Да, что-то опять все подтормаживает стало, нужно было, видимо, почистить систему. Эх, ну, наверное, это сильно не помешает все-таки. В конце концов, самые тяжелые катсцены. Все равно двигаются долго, как, например, катсцены в Ганн Фортресе. Сплошные тормоза, что не делай. Итак, еще раз пройдемся по острову тюрьме. Мы здесь выполнили нейтральную миссию, выполнили добрую миссию, тебе пора выполнить и злую миссию, в конце концов. Так сказать, в последний раз побежаться по Соник Адвенчур 2. Ну, по колонии Арк мы уже набегались, это однозначно. Так что, просто по еще одному знаковому месту прогуляться. Хотя оно еще меньше похоже на свой оригинал, чем колония Арк, блин. Интересно, есть ли здесь из-за мудхауса где-нибудь? Ой, почему у меня такая монохромная память? Что? Это правда. Я как-то спасся, я был пойман этими людишками. Но... Откуда? И почему? Я знаю это место. Я чувствую, что я был здесь раньше. Shadow. Это место использовалось как человеческая база военная людей. Да. Я не все еще имею здесь претензию. Эй, Shadow, я тупая пчелка, я лучше свалю отсюда, чтобы не раздражать никого. Свой добрый оружей. Да, пускай сам щит топ-секрет дыск, блин, уже задолбал меня. Я один раз вам помог, так что обойдется. Долбанная тупая пчелка. Все равно, даже если он не выполнит эту миссию, это ничему не помешает и ничему не поможет на самом-то деле. У них все равно настоящая цель, это колония Арк, куда они потом все направятся. Да уж. Наши специально созданные... Ну да-да-да, мы это знаем, короче говоря. Летательные доски. Такс. Мне главное следить за дорогой на самом-то деле. Как бы случайно не перепутать пути, не пойти ни туда, куда не надо. Все равно роботы есть только в одних... В одном пути, а на другом пути находятся эти дурацкие диски и чужие. Да уж. Такое вот банальное разделение на хороших и плохих, можно сказать. Ну ничего страшного. Это все равно достаточно интересно, как мне кажется. Так, тут у нас чужие. Там у нас... Да уж, тоже мне симуляция войнушки. Но опять же, никто ни с кем не воюет. Они просто стреляют иногда в воздух, по сути. Но толку от этого опять же никакого нет. Да, печально, конечно, что разработчики поленились реализовать хоть какую-нибудь массовку, хоть какой-нибудь экшен и так далее. Потому что все, что здесь делается, это все, оно все делается руками шедоу исключительно. Заставь людей страдать, ага. Когда они увидят... Так как роботы разломаны и валяются по кусочкам повсюду, они точно будут страдать, ибо ты не знаю. Сходить просто с ума от ужаса, насколько это все плохо и жестоко вообще сила. Вообще, какой смысл в безоружных роботах? Я до сих пор не могу понять. Они ведь ничего не делают, они просто тупо висят в воздухе и все. Ох, да уж. Мелочь, конечно, но тоже странная эта мелочь, я бы сказал. Так, ладно, нам на все плевать. Ну блин, опять-то долбаная пчела здесь висит. Я не могу найти ни один секретный диск нигде. Где они находятся? Идиот, слепошары, вот они эти диски дурацкие твои висят. Что же ты не видишь, кретин? Крест им. Покажи им твой настоящий слюк. С удовольствием, вот ты им показал сразу. Сразу отгребли, сдохли все, разломались. Ха-ха-ха-ха, гори, я сказал. Гори, гори, елочка, гори, сказал добрый Блэк Дум. Не-не-не, человеческие оружия, игрушечки. Ну да, конечно, как будто его оружие это не игрушечки. Ну правда, его ж не пистолет почти на 20 патронов, так что... Есть в нем смысл определенно. Это все мелочи, 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 всех расстрелять, всех убивать. Еще половина осталась. Поторопись. Ай, ладно, ладно. Я, кстати говоря, такой жадный, поэтому все время запасаюсь этими... Ой. Можно, конечно, в этом облище побежаться просто по кислоте, но я не хочу рисковать. Так, зачем только что-то хотел сказать. Ах да, все время коллекционирую оружие. Даже несмотря на то, что у меня всегда хватает пуль, но мне все равно мало-мало-мало-мало-мало. Так, ага, еще один. В общем, да, вот опять же, можно совершенно случайно кого-нибудь пропустить и не заметить, что подери. Если это сделается, то все, конец, считай. Ай, блин. Ну вот, отлично. Бросил хорошее оружие, подобрал... Ну, тоже, конечно, хорошее, только дать к нам не нужно, когда у меня было загруженное патронами. Ну ладно. Добить остаточки этих тупых роботов в последний раз, собственно, мы этим занимаемся. Я вообще не пойму, зачем люди запирают чужих в клетках. Вот, какой в этом смысл? Тем более, запирают их зачастую с оружием, что тоже довольно-таки бредово. Может быть, они сами туда случайно залезли, не знаю. Молодец, Шэдоу. Разломал сотка. И-и-и-и-и. Вгоняют, понимаете ли, бюджет этого мира. Абсолютные долги, так сказать. Все эти дорогущие механизмы, которые кто-то с таким трудом собирал и создавал, я ломаю за секунды. Потому что они все равно мелкие. Так, белки. Все равно они бесполезны, имеется в виду. Что я сам несу, даже не знаю. Такс. Ну-ну-ну, блин. Мне это бы сразу выпрыгнуть. Молодец, Шэдоу. Такая пафосная фраза, наконец. Теперь давайте посмотрим, как люди попытаются нам ответить. Или воздать. Или типа того. Короче, опять-таки необъяснимое и нелогичное зло. Но теперь мы зато увидим цигамувик, который мы еще не видели. Вернее, который мы уже видели, только тебя почему-то в добрых тонах. Что происходит со мной? Я не могу понять все эти картинки в моем мозгу. Эти черные существа. Как они не знают меня? Кем я был перед этим? Что? Шэдоу. Ты выглядишь озабоченным. Ты. Посмотри. Это... Да, это так. Космическая колония Арк. 50 лет назад. Арк? 50 лет назад? Это... Я. Это правда. Это напомнит тебе, что люди сделали с тобой. Никогда не забывай. Не забывай эту ужасную картину. И Шэдоу почему-то побежал на колонию. Видимо, пешком по воздуху. Не знаю. Вернее, не по воздуху, а по... Космическому пространству. Но это же все равно воздух. Потому что Шэдоу спокойно в нем висит, по сути, и дышит. Как ни странно. Ну ладно. Еще раз уровень The Doom. Правда, уничтожать людишек я все-таки не стану. Это слишком долго и муторно. Их слишком много по всей этой карте. Выполним в этот раз добрую миссию. Шэдоу. Я просто не могу оставить здесь всех позади. Пожалуйста. Нам нужно спасти людей, которые были убиты ганскими солдатами в лаборатории. Итак, 10 человек, которые валяются здесь. Это один из исследователей. Ох, слава богу, он в порядке. Он в порядке? Мы же его тупо аннигилировали. Он превратился в пыль. Он исчез, он сдох. Нихрена себе. Ну ладно, ладно. И так понятно, что мы его исцелили, и он типа исчез как ненужный. Помни, ты был атакован людьми в этом месте. Ты знаешь, что ты должен сделать. Прикончи их всех. Да? И какой смысл? Ведь если бы Шэдоу всех прикончил, тогда бы Марию никто бы не убил, правильно? А если он этого не сделал... Ну да, он по сути этого не сделал всё равно, поэтому... Пойдём лучше по более каноничному варианту и спасём всех. Хотя, правда, на самом-то деле никого мы не спасли, все всё равно были убиты. А Джеральд был посажен в тюрьму, и потом тоже убил и так далее. Тоже убит. Да. Похоже, кто-то из людей смог выжить. Да ладно? Они все, по сути, выживают. Вернее, всех можно убить, но потом воскресить и так далее. Но, естественно, кидать дурацкие капсулы неудобно, поэтому мы возьмём Хилл Кэннон. Хе-хе-хе. Такое страшное, опасное оружие. Люди с ножиками бросаются на нас. Ну, пока что без ножиков, но мы можем их всех пристрелить, тогда они... Воткнут ножики себе в грудь. Вы видели только что чувака слева? Он снова воткнул ножик себе в грудь. Кошмар, ну и жестокое чудовище, однако. Ай, блин. Да уж. Так-с. Главная проблема в том, что нам нужно опять-таки найти... Ой. Извини, чувак, я тебя подниму. Хе-хе-хе. Да уж. Ой, извини, чувак. Ну да, тут можно до бесконечности всех убивать и поднимать было бы только желание. Я не забуду этого. Они будут даже говорить какие-то благодарные фразы и так далее. В общем, да, очень такой забавный оружие, с которым можно наводить порядок и справедливость в этом мире. Ну, конечно, сильно париться тоже не надо, но почему бы и нет. Эмерженси, 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 эмерженси. Эмерженси, блин, всё поломал нафиг. Злобный Шэдоу. Некогда времени для туров Шэдоу. А у меня есть время, я тут хочу, понимаете ли, оружие пособирать и так далее. Пошёл вон, летающий хрен. Вы сейчас свали от меня. Забудь обо мне, просто беги. Эм, и к чему она это сейчас сказала? Если наша цель это не просто бежать, а спасать людей, как бы, не знаю. Ох, ну-ка, может быть, тут есть люди? Хотя я сомневаюсь, конечно. Вау, ещё-то тупо замурованная лаборатория. Зачем её замуровывали, я так и не понял. И как это вообще может называться лабораторией, тогда как это не лаборатория, а просто тупо комнатка. Ну, разработчикам виднее, что ж. Конечно, легче стены ломать взрывчаткой какой-нибудь, вернее, какими-нибудь граватомётами и так далее. Но, блин, мне уже всё равно нужно таскать эту пушечку. Так что ничего не поделать. Так, извиняйте, ребятки. Это, конечно, хорошо вам все помогать, вас всех спасать и так далее. Но он мне никогда не тратит на это время. Я думаю, я слышала чей-то голос. Да? Он был повреждён солдатами. Он всё ещё жив. Слава богу. Да ладно тебе, Машка, чё ты так паришься за них? Они всё равно все умрут. Как ни странно. Ещё пять человек осталось. Мы спасли половину из них. Нам нужно торопиться и спасти остальных. Это что, у вас всего десять человек и всё маркер работает? Не знаю. Нет, ну понятное дело, что все остальные были полностью убиты абсолютно и так далее, и т.д. и т.п. Такс, ладно, ребятки, извините, мне кажется, но мне придётся всех вас поубивать. Иначе вы будете мне мешать. Так. Кажется, нужно наверх пойти. Доставшими салт с солдатиками. Эм. Чувак, чё ты со мной едешь? Ну-ка, может быть, его исцелить заодно? И он провалился вниз попасть. Какой я, однако, добренький. Хе-хе-хе-хе-хе. О. Такс, главное, что я шёл верным путём. В общем, хорошая пушка, слушайте. Вот её бы там в реальности бы придумать. Было бы просто идеально. Эх, лечить все болезни просто выстрелом в упор в башку. Ай. Вот же сволочная летающая хренатень. Просто неохота накапливать, потому что слишком много злой энергии. А то, что я буду злым, когда тут помогаю этой Машке, которая прыгает вокруг меня и огребает по морде из автомата. Да, ну и бред. Опаньки, ассосяняня, ассосяняня. Осторожно, берегитесь. Давайте их расстреляем. Хдыщ! Ура! И они все воткнули себе нож в грудь. Короче говоря, сделали харакири, я так понимаю. Ой. Вы слышали? Машка кого-то из них убила только что. Да. Вот же жестокая мелкая стерва, однако. Да. Лечилка это лучшее достижение дедушки. Согласен, абсолютно. Хорошая вещь. Тэкс. Ага. Еще двое остались. Это седьмой чувак. Я надеюсь, мы сможем спасти их всех. Добрый день, ребятки. Отдыхайте. Обращайте на нас внимание. У нас есть свои важные дела, так сказать. Надо бы спасти солдата, которого убила Машка только что. Жестокая стерва. Нас, с другой стороны, хрен с ней. Пускай сам себя спасает. Они же нам ничего не сделали хорошего. Чего мы им должны помогать всем? Вон, я ей говорю, она взяла и кого-то убила. Спасибо тебе огромное. На, чувак, на-на-на. Даже спешу тебя, так уж и быть. Хе-хе-хе. Тэкс. Проблема только в том, что даже если ты здесь кого-то сделаешь с своим другом на какое-то время, если ты отойдешь от него слишком далеко, он снова станет врагом, как ни странно. Такие вот подлые люди мерзкие, лицемерные. Как ни странно. Мы спасли восемь из них. Осталось совсем немножко. Да-да-да, Машка. Сейчас мы со всеми разберемся, если я, конечно, никого не забуду, потому что я не помню точно все места, где не находятся эти долбаные людишки. Так что стоит только надеяться, что не забуду чего-нибудь. Снова-то странная вентиляция. Эти бонусы, которые хрен достанешь на самом-то деле, только нужно из оружия стрелять с наводкой. Так. Добрый день, ребятки. Давайте еще с вами подружимся, так сказать. Хе-хе-хе. Нет, по-моему, эту анимацию, когда человек втыкает себе в грудь нож, разработчики сделали специально. Прикола ради. Ну, сомневаюсь, что они могли вот это вот увидеть. Вон, он поткнул себя насквозь ножом. Видите? Просто кошмар. Это же ужасная жестокость, разве нет? Такс. Кыш-кыш-кыш, ребятки. Мне, для вас, некогда тратить время. Патроны есть еще? Ладно, можно пострелять, почему бы и нет. И завести себе новых друзей и так далее. Я думаю, я слушал чей-то голос сейчас. Нате вам, ребятки, отдыхайте все. Радуйтесь жизни и все дела. Ой. Шэдоу, тут остался всего один чувак, которого надо спасти. Ладно, ладно, ладно. Мы всех спасем, блин. Ё-моё, я же такой добрый. Вот и он. О, Шэдоу, спасибо тебе. Спасибо, в карман не положишь. Да, дамочка. Ох. Хотя, что может Шэдоу понадобиться? Я защищу людей и арк. Вернее, защищу людей и арка. Какой в этом смысл? Ты их могу защитить, убив всех гановцев? Не знаю. Ох. Ну, по крайней мере, я неплохо справился в этот раз. Хотя, опять же, очень легко упустить любого из этих человеков. Да уж. В хардмоде, например, на этом же уровне нужно просто дойти до конца, потому что все люди будут лежать странным таким полукругом, как будто проводят какой-то ритуал. Их надо будет излечить парочкой бросков этих хил-юнитов. Да уж. В общем, легче, чем здесь, определенно. Но, понятное дело, что даже выполнив добрую миссию, мы все равно на сторону добра уже никак не попадем. Ну, правда, можно пока что пойти по нейтралке, но зачем нам она нужна? Нам ведь нужна черная комета, так что... Извиняйте, но добра больше не будет в сердце Шэдоу. Время убивать. Ой, ай. Эм, что-то там. Тяжелая собака сообщает. Основная цель и девочка были найдены. Эм, нужно уничтожить всех, в общем говоря. Какого... Пожалуйста, Шэдоу, помоги мне. Люди... Эм... Короче, просто сволочи. Глупо говоря. Они глупая раса. Эти бессердечные людишки пошли вон с моей дороги. Где Машка, интересно? Это тяжелая собака. Цель была обнаружена. Приготовиться к уничтожению. Ура! Да, блин. Ладно. Сейчас мы этим сволочам покажем справедливость, блин, мать их. Поломаем, оторвём всё, что можно. Так, сам, ну иди сюда. Куда ты покатился, сволочь? Не-е-е-е-е-е. Раз, два, три, четыре, блин. Там-то эти самонаводящиеся аркеты как-то стреляют. Странновато. Хрен поймёт, что они вообще стреляют или нет. Ох, ладно. Иди сюда ещё раз. Ой-ё-ё-ёй. Забавное, конечно, у него вооружение. Довольно-таки глуповато. И очевидно, предназначенное для какого-то ближнего боя. Не знаю. Да уж. Она бесполезна, хренатенья, короче говоря. Так. Что-то там тяжёлая собака штабу. Короче говоря, лошары ты. И ты слился. Однозначно. Ай, чёрт. Кстати говоря, Шедо может летать бесконечно на своих ботинках во время прицеливания. Только во время него. Не странно. Вернее, во время постоянного огня, прицеливания там с наводящейся аркетой и так далее. Мелочь, конечно. Так что не обращаем этого особого внимания. Ай, блин. Лошадь-скотина, а? А ну иди сюда. Раз, два. Ломайся. Критическое повреждение получено по фюзеляжу. Мы теряем... Мы теряем... Что он там теряет, не знаю. Но судя по его крикам, ничего хорошего. Как минимум кишки. Так ему и надо, чёртва сволочь. Как вы посмели убить Марию? Мерзкие людишки. Зашли вон с моих глаз. Хм, перфект. Да, идеально. Идеально высчитывать время по уничтожению человечества. Хе-хе-хе-хе-хе. Но правда, этот босс всё равно появляется, независимо от выбора шэдоу. Так. И всё, что ли? Без какой-либо концовки дополнительной. Ну ладно. Видимо, Блэк Дум опять про нас забыл. Поэтому мы отправляемся в Айрон Джангл. Мы там были всего один раз, кажется. Ну вы знаете, что там творится. Андроиды, Андроиды, Андроиды. Но опять же, вулкан мы идти не хотим. В космик фо мы уже ходили. Поэтому остаётся идти только по злой тропе в чёрную комету. Так сказать, просто ещё один такой извилистый путь, как мне показалось. Шахматы. Да. Сначала вверх, потом вниз, потом вверх, потом вниз. Сейчас опять вверх пойдём. А теперь Андроиды почему-то есть. Откуда они взялись, блин, вообще? Ага. Низкополигональная моделька. Как это может быть? Кто ты? Слушайте меня, Шэдоу-Андроиды. Эггманский флот силён, но эти чёрные существа создают проблемки. Я должен вернуться на базу и придумать новый план. И что? Зачем это сообщил им? Шэдоу-Андроиды? Я-Андроид-Тоже? С чего ты взял, блин? Ну ладно. Шэдоу. Мне нужно вернуться на мою базу и восстановить приказы. Помоги мне свалить этих песковых солдат-афган, которые на моём хвосте. Ладно, так уж и быть, а гуси, мы тебе поможем в последний раз. Ты оригинал? Если ты ищешь Эггмана, он улетает на своём кораблике, известном как Эгг... Эгг... Шарик. Да уж. Если ты хочешь с ними столкнуться, тогда помоги мне в моих поисках. Нет, извини, Омега. Обойдёшься, сам ищи. Ты у меня уже задолбался своей дурацкой местью, которую ты всё никак не хочешь реализовать нормально. Мы здесь, чтобы встретить Агусю. Нет уж, обойдёмся. Омегу мы уже, в принципе, послушали, поэтому фиг с ним, он всё равно больше здесь не появится, поэтому... Хоть мы видим его в последний раз, но и хрен с ним. Шэдоу, я... На моём корабле и так далее. А, ладно, плевать. Так, что у нас ещё интересненького? Что ты делаешь? Что я делаю, что я делаю? Я же не видела, что здесь такая дурацкая самонаводка. Вот всё, шэдоу-ган, теперь нормально. Такс. Вот чёрт. Я зачем вот так вообще придумал, что его роботы должны обязательно всё охранять здесь, чёрт, а? Ну ладно. Придётся всех расстреливать. Шэдоу, брешь это. Как будто у меня выбор, блин, есть, ё-моё, я не могу дальше пройти. Кто-то думает, что твой враг. Без понятия, кто мой враг на самом-то деле. Вы все сволочите ещё. Никому... Не могу сказать определённо, кто из вас враг, кто просто... ...быдло. К чему он сейчас это сказал, только что интересно. Ладно. Хо-хо-хоу. Это просто как... ...бигфут с островой тюрьмы. Хорошая отсылка, кстати говоря, с Сроник Адвенчур 2. Кстати говоря, откуда он знает про Бигфута, если Шэдоу сталкивался с Ходшотом, а не с Бигфутом? Ну ладно. Шэдоу, запрыгивай. Зачем? Если роботы здесь находятся. Ломай людей, которые заставили тебя страдать. Ну, интересно, откуда Эггман знает, что люди заставили Шэдоу страдать? И те же не знают, ничего о его прошлом, разве нет? Фиг знает. Пытайся пойти вверх. Да, главная проблема этого уровня, медленные платформы, которые тоже тут поднимаются, опускаются туда-сюда. Нельзя было просто рельсы сделать, вот не знаю, вот зачем было делать платформы, я просто не догоняю. Они же унылые. Мы ещё с первых Соников бегаем по платформам, которые двигаются вверх-вниз, справа-влево. Ой. Ну, в самом деле, протянуть бы здесь рельсы, да и всё. Хватает того, что эти джунгли не похожи на джунгли. Вон одно большое дерево тут растёт, и всё. Тоже мне, блин, джунгли. Такс, ну ладно. Пускай этот дурацкий самолётик уйдет в самолёте. Держаба летит куда подальше, пока я не передумал, так сказать. У нас есть более важные цели. Ладно, на вторую половину. Как будто у меня выбор есть. Что я делаю, что я делаю. Тут перегорожено всё роботами, что я могу ещё сделать-то, ё-моё. Вот, кстати, да, этот дирижабль тоже выгодно уничтожать, опять же, атакой из шэдоу-ганов. Но, опять же, лучше, выгоднее будет набрать для этого энергию хаоса или... Вернее, добрую лизу энергию хаоса, короче говоря. Да уж. Было бы желание. Ну, опять же, отправляться в космик фол я тоже не вижу смысла. Да, накажи людишек, накажи их, отшлёпай их всех, абсолютно, шэдоу. Будь хорошим мальчиком и отшлёпай всех людишек. Такс, раз. Два. Ну, блин. Немножко страшновато над такой пропастью прыгать каждый раз. Когда в любой момент ты можешь случайно сорваться и... Да уж. Опа, ещё один. Раз. Эм. И всё. Ага. Пошли вон с дороги, гановские животные. Шэдоу, разберись с ними. Хе-хе. Какой я был, однако, хитрый. Гановские животные, разберись с ними. Покажи им всем, что нас так просто не сделать. Эм. Я где-то их упустил, что ли, этих же гановских животных, как ни странно? Видимо, да. Придётся припоходить уровень, что ж поделаешь. Ага, нашёл этих уросов, которых я случайно упустил. Один всего остался. Вот так, Шэдоу. Да уж. Раньше я пройдёл этот уровень как-то с одного захода. Но пришлось перепройти, что ж поделаешь. Пусть радуется доктор. У меня есть как использовать доктора. Я не позволю людям вторгнуться в мои планы. Ну да, при том, что на предыдущем уровне Шэдоу мог сказать, доктор мне не нужен, а теперь он ему нужен. Эх, тоже мне лицемер. Ну да и фиг с ним. И вообще как-то туповато получается. Доктор мне нужен, а в итоге Шэдоу всё равно бросит его и пойдёт по своим делам. Потому что от доктора на самом деле толку-то нету. Ох, ну ему, конечно, виднее. Что ж. Ладно. Сюжетных дыр здесь полно, логики маловато, конечно. Всё это постараюсь расписать в рецензии, если, конечно, вспомнив всё это дело. Потому что так много нагромождения всего этого бреда, что просто запутаться можно. Ну да ладно. Всё равно это достаточно весело, и это главное, по сути. Итак, я так понимаю, ещё раз на дна дурацкая разборка с гусей, да? Последняя в этот раз. Или не последняя. Эггман найден. Двигаться в его направлении. Шэдоу и Омега? Ах, вы предатели! Вы двое собираетесь остановить меня? Пошли вон! Доктор, пожалуйста, мне нужно знать. Эти андроиды, которые выглядят как я. Я? Да. Что? Ты и Омега, мои создания. Но вы предали меня, раз вы стыдитесь передо мной. Так что теперь я уничтожу вас обоих и превращу вас в мусор. Эггман, я побежу тебя раз и навсегда. Во что вы получаете за то, что делаете против своего мастера? Да-да-да, мастер, мы это, конечно, уже знаем, это всё слышали, так что сейчас мы тебя ещё раз постановляем, как обычно, в том же направлении, да и всё, тоже у меня серьёзная проблема. О, и вы сами напросились на это. Больше никакого мистера хорошего чувака. Да-да-да-да-да-да, конечно, мистер хороший чувак, пошёл нахрен. В следующий раз, когда мы встретимся, ты не будешь так удачлив. Просто жди и увидишь. Ещё быстрее, чем в прошлый раз. Да, я так даже в классике не делал. Хе-хе-хе. Андроид? Я? Я не верю тебе. Ну да, для того, чтобы Шэдоу поверил в то, что это Андроид, ему нужно просто спонтанно вспомнить скриншоты из Sonic Adventure 2 и Sonic Heroes, как ни странно. Да уж, а это уже будет зависеть не от Экбана, а только от того, захочет ли этого Шэдоу. Да уж. Ну и фиг с ним. Мы уже знаем, куда нам нужно двигаться, и остался в финале уровень, так что надеюсь, что мы пройдём его без хороших таких... Ой, фу, ты, без каких-либо задержек. С хорошей скоростью. Тем более, что у нас теперь больше не будет никаких собирательных миссий. Наконец-то поработать от них уже отдохнуть на самом-то деле. А то я уже настолько сдолбался, что постоянно кого-то где-то пропускаю. А это совсем нехорошо. Это означает пять из облаков Хаоса. Шэдоу, судный день близко. Пронеси все из облаков Хаоса мне. Немедленно. Ладно, ещё два. Тогда правда о моём прошлом будет найдена. Я наконец-то узнаю, кто я такой. Шэдоу. У нас есть проблемы с крысами, пробравшими себя на базу. Вернись немедленно на Чёрную комету. И уничтожь их. Чёрная комета? А почему вернуться на Чёрную комету, если он там никогда не был, по сути? Ну ладно, что ж, разу так сказано. Кстати говоря, да, вот это вот редкие моменты, когда действительно несколько уникальных сценок, вернее, несколько местностей перед финальной сценой, куда потом Шэдоу отправляется. Используется в нескольких разных кат-сценах. Да, объяснил. Ну, Шэдоу попадает на Чёрную комету, вернее, видит везение с пятью изумудами Хаоса. Он ведь стоит на базе Эггмана, и на флоте, и на арке, и так далее. Зачем я это заметил, сам даже не знаю, не спрашивайте. Шэдоу. Эти люди пытаются сломать нашу базу, уничтожь их, и раз навсегда, короче говоря. Не то же самое, разбираясь со своими проблемами, у меня есть более важные дела, так сказать. Например, можно настрелять себе, например, в добрых кармы немножечко, сделать себе кучу друзей, так сказать. Ну да, на пару секунд, на самом деле, эти друзья, так что хрен с ними. Пускай сами разбираются всё равно. Такс, а наша цель будет теперь более простенькая, так сказать, поэтому с людишками больше воевать не станем. Какой в этом смысл на самом-то деле? А, ну хотя да, у меня ведь на самом-то деле нету и выбора сейчас. Потому что если я не уничтожу людишек, то не поднимется под хупроход, который мне тут нужен. Да, ну и тупая логика на самом-то деле. Но почему я не могу пройти, пока не уничтожу всех людей, а? Включая тех, кто как бы мне друг. Это же глупо. Эх, ну ладно, что поделать, придётся собирать себе злую карму. Все дела. Блин. Сейчас буду раз за разу всё переигрывать, потому что я туплю, или уже просто устал, наверное, играться. Так что извиняйте, что постоянно торможу. Ладно, ничего страшного. Такс. Всё равно будем оперировать всех, кого можно. Итак, люди решили поиграться своими ручками. Нет уж, сам разбираться с ними, задолбал меня. Дурацкая хренатень летающая. Буду я ему ещё помогать всё время. Надо мне это прям так уж дорого. Такс. Да-да-да, мы это знаем. Правда, так и не объяснил, почему. Почему эта субстанция фатальна? Кислота это или что? Это будет финальное столкновение, Шэдоу. Я порву эту чужую комету моими голыми руками. Да-да-да, конечно, мы это всё уже слышали. Накклс-то бы лучше объяснил, что стало с твоим голосом. Он ведь был таким глубоким, низким, проникновенным, а теперь стал голосом у кого-то алкаша, блин, не знаю. Ай, в самом деле. Ну, конечно, он всё равно стал с тем же Накклсом. Он бегает, прыгает, крушит всех, злится и так далее. Но всё равно он, блин, стал алкашом на самом-то деле. Как мне кажется. Ещё советы мне раздаёт. Попытайся пойти вверх, попытайся пойти вниз, попытайся сделать бочку, попытайся застрелиться, не знаю, блин. Так, Каман. Что-то под поверхностью, что-то подозрительное, сказал Накклс, пока я расстрелил это подозрительное со всех стволов уже 10 раз. Да уж. Вот же слоупок однако. А ещё Соник называет меня слоупоком. Несправедливо, блин. Так. А ну-ка уж, сволочи. Выскочили тут, пугают меня ещё своими лицами страшными. Раз, два, три, ёлочка гори, как обычно. Ай, блин. Не так сильно, как мне кажется, не так ли? Да и хрен с ней, какая, в принципе, разница. Интересно, откуда Накклс знает, что это телепортирующая дырка? Я не знал, что он разбирается в таких вещах. Ну, ему виднее, конечно же. Может быть, он на самом деле очень даже умный, и знает устроиться чёрной кометы, например, и всё остальное. А, нет, ни хрена он не знает. Эта штука как-то делает себя исчезающей. И, да, очень умная фраза, блин. Ой. Не обращайте на меня внимания, я просто в милой такой мелочный подираюсь ко всяким мелочам, как обычно. Почему же ещё придраться-то? Моя цель это всё равно по-быстрому пройти через весь этот кошмар, так сказать, не тратя время ни на что. В том числе и на сражения соседей бесконечные. Ой. Так. Наконец-то какое-то нормальное соревнование. Вот сам с ними соревнуйся, и садизайся, и боюй, и делай, что хочешь, короче говоря. У меня есть важные дела, так сказать. Я думаю, это гавский боевой робот, попытайся не сломать его, ладно? Так уж и быть, ладно, сделаю тебе одолжение, тупая ехидна. Будешь сам его ломать без меня. Эй, пытайся идти вверх. Нет уж, пойду туда, куда мне вилит моя совесть. Ой, блин. Удобный холминг. Хорошо, когда у таких вот дорожек есть границы, можно просто бежать вдоль неё до самого конца максимальной скоростью. И всех игнорировать. Это просто кайф. А то я уже просто немножко, опять же, позадолбался выполнять всякие результативные миссии. Так хорошо, когда нужно просто тупо добежать до конца уровня, да и всё, никого не трогать. Просто кайф. Такс. Ещё столько ящиков, однако, с шэдоу-ганами. Уже просто рекордное количество патронов набрал. Если бы я вообще только использовал это количество патронов, а не тупо набирал. Так, вот сейчас надо брать хаос-контроль, потому что если нас уничтожат, нашу тачку, то мы сможем успеть взлететь и полететь на своём хаос-контроле куда-нибудь в небеса, так сказать. Так что выгодно его набрать сейчас. Ага. Вон эти сволочи, очень даже метко стреляют из пулеметов по мне. Опять же, только по мне, блин, долбаные людишки, предательские. Почему Наклс воюет вместе с людьми против чужих, но почему-то не может сказать воякам не трогать меня, короче говоря. Это же глупо. Эх. Но, увы, никто за шэдоу не заступится. Все будут просить у него услуги различные. Тхе, услуги различные, что я сказал? Но никто ему не хочет помочь, к сожалению. Ура, снова полететь и полететь со всей дурью из шэдоу-ганов. Это же так круто, на самом деле. Блин. Добрый нахрен тень. Ура. Дрынь-дрынь-дрынь. Всё ломать, всё взрывать. И так далее. О, идеально. Не будем бегать туда-сюда, просто возьмём и спустимся сразу вниз. Вот тогда я хорошо применю хаос-контроль. Просто отлично. Такс. Да. Сами разбирайтесь с чужими, с кораблями, с и всей прочей хренью. Иначе зачем вообще здесь топу на людишке, если у нас нет никакого толка? И вы всё равно все ломаетесь с шэдом без проблем каких-либо. Такс. Сейчас главное не лохануться. Тут у нас только засад всяких. Не так круто, только не кажется, не так ли? Да, я согласен. Те ещё бесполезны лошары. Как и Накл, собственно, если подумать. Не-е-е-е-е-е. Такс. Ну и хрен с ним. Толку-то от него, конечно, нету. Ну да не будем ныть. Такс. Целится, целится, целится. Ё-моё, каштар. Терпеть не могу иногда, как камера выгибается по-своебразному, так что хрен вообще попадёшь во что-то. И что-то увидишь. Так, извиняй, Накл, но у меня нет выбора. Что ты думаешь, ты делаешь, Шэдоу? Что делаешь? Я путь себе расчищаю, блин. Я же не виноват, что здесь все эти платформы связаны с долбанными роботами Ганн. И Бигфутами, и всем остальным. Медеференсами со всеми. Нам они даром не нужны. Тут, кстати говоря, тоже больше 60 роботов на самом-то деле. Вон, и тут еще висят, и так далее. Да. Ну, конечно, все мелочи, нас и тоже не волнует. Такс, меня волнует только одно. Хорошо идешь, спасибо, спасибо, Накл. Всегда знал, что без твоей похвалы я просто не выживу. Да уж, такс. Все. Сейчас, кажется, это финальный спуск, наверное, это конец уровня. А то я уже здесь и так довольно-таки долго мучаюсь, так что. Пора заканчивать с кометой, пора заканчивать с Шэзэхэ. Заканчивать с этой историей, и, наконец-то, походить к конец игры. Да уж. Вот и все. Вот он, из Блудхауса, который держит эти... Которые похитили черные существа. У кого они похитили его? Фас, что ли? Хе, тоже мне. Делай, что тебе нужно, Наклз. Я имею свои собственные причины, чтобы быть здесь. Наклз такой суровый. Хе-хе-хе. Ну что ж, хоть не поленились всем проанимировать такие забавные, их не ползают в стандартном, так сказать, виде. Характерном. Эх, ну это все, конечно, мелочи. Шэдоу прошел через свой путь, и кто же будет с ним сражаться? Скажет ли Блэк Дум ему плохое слово за то, что он не подчинился? Или вдруг появится Соник и скажет, что... На, что Шэдоу злой, или что-нибудь там еще? Или может появится кто-нибудь еще? Может быть Биолизард, а? Интрига, так сказать. Барабанная дробь? Шэдоу! Сюрприз номер два! Доктор? Отдай эти же изумруды в хаоса мне! Как хороший мальчик! Ты должен был найти изумруды! Отличная работа, Шэдоу! Ты замечательно справился! Теперь отдай их мне! Ни за что! Что? Мне нужны эти изумруды, чтобы помочь мне понять мое прошлое! Они не пойдут никуда! Тогда ладно! Потом просто увидим насчет этого, Шэдоу! Приготовься! Очень хорошо! Если ты не будешь подчиняться мне, тогда ты просто столкнешься с моим лучшим созданием! В Дуракском казино! Какого хрена это хренотень? Накл сказал самую умную вещь, кажется, мне кажется. Да. Какого хрена это хренотень? Я тоже очень хорошо перевел. Не-не-не. Ладно. Нет, мои красивые кольца! Забавно, что Накл вместе с нами, как ни странно, воюет. Ну и ладно. Хотя бы один босс будет с этим... С этой тупой и хидной, которая будет каждый раз выдавать какую-нибудь интересную фразу в стиле «Что это за хренотень тут вообще?» Как будто он с казино никогда не сталкивался ходячим. Хотя и в самом деле такого Эггбан раньше не строил, и больше не построят, потому что он будет знать, что это глупо. Ну ладно. Но пока что он этого не знает, и он за это расплатится, так сказать. Спасибо, спасибо, Маклус, я это понял, блин, ё-моё. Мне это уже каждый герой повторяет каждый раз, ё-моё. С тазолевость о мочао, можно сказать. Так, иди сюда, гуся, иди сюда, ты от меня не уйдёшь. Никак не уйдёшь, сволочь жирная. Эх, нет, не роняй их здесь. Роняй, 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 полностью роняй. И-и-и. Ох, ну всё. Теперь ты ответишь за это. Да-да-да, конечно, мы это уже слышали. Иди сюда, сволочь жирная. Не уйдёшь. И-и-и. Мои любимые ракеты. Что? Постойте. Отбегись в запуск. И-и-и. А чё, блин, я лошара. Ладно, стой, гуся, стой. Не вздумай разворачиваться и от меня уезжать. Не уйдёшь. You shall not pass. И так далее. Ну, вы знаете, как-то обычно бывает. Так. Отдавай свои драгоценные кольца, жирный уродец. Он тебе всё равно больше не понадобится. После того, как я с тобой закончил. Спасибо, Накос, мы уже это знаем. Ё-моё, хватит повторять одно и то же. Лучше упади в пропасть, пожалуйста. Что? Нет, это не может быть. У-ау. Никогда не показывай передо мной снова своё лицо. И если бы всё было так просто... Ну вот и всё. Shadow прошёл весь этот путь на чёрную комету, чтобы встретиться с финальной историей, так сказать. А концовку, которую будет сейчас, можно игнорировать, потому что она всё равно не вяжется с тем, что будет в финальной истории. Конец. Наконец-то, я собрал все изобуды хаоса. Как посмел ты предать меня? Я Ёжик Шэдоу. И только я знаю, что правильно. Никто не говорит мне, что делать. Вот кто я такой. Что? Прощай, доктор. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...